Ситуация с бездомными животными в Ставрополе не улучшается. На улицах города по-прежнему можно встретить бродячих собак, которые доставляют немало хлопот жителям. Для решения данной проблемы на федеральном уровне был принят закон о способах обращения с бродячими собаками. С начала текущего года действует программа ОСВВ, которая подразумевает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак в их естественную среду обитания. У нас заключены муниципальные контракты. В этом году через данную программу прошло у нас порядка 560 собак. Мы этих данных собак отлавливаем, стерилизуем, вакцинируем, держим в течение 30 дней в приюте и выпускаем обратно в естественную среду обитания в соответствии со всеми нормами федерального законодательства. Единственный приют в нашем городе – лучший друг – буквально трещит по швам. В нём уже давно нет свободных мест для бездомных животных. Но это не останавливает горожан. Они продолжают подкидывать в приют собак. Некоторые жители и вовсе вывозят коробки с щенками в промзоны или леса. Чаще всего псов вывозят за город. Эту территорию называют «местом тысячи собак». Ежедневно здесь появляется большое количество дворняжек разных возрастов. Здесь о них заботятся волонтёры и неравнодушные люди. Как правило, мы приезжаем на место кормить. Щенки, они не диковаты и дают себя сфотографировать. Так как всех щенков приют переполнен, а всех щенков невозможно забрать на передержке, потому что даже частные передержки, они переполнены уже собаками, то мы прямо с места их фотографируем и выставляем в различные соцсети. Также на страницах Ковчега выставляем, волонтёрской тоже организации. И там звонят люди неравнодушные, которые хотели бы приобрести себе питомца, и приезжают и забирают прямо отсюда с баз. Забота о брошенных животных ложится на плечи волонтёров. Среди них есть и депутаты городской думы. Светлана Мосина принимает активное участие в помощи бездомным животным. Она совместно с волонтёрами кормит, пристраивает и даже делает небольшие укрытия для четвероногих друзей. Наверное, основную деятельность здесь ведут девочки из организации «Кодача». Они простерилизовали здесь уже 22 собаки и вывезли однократно 20 с лишним щенков. И вот сейчас раздали ещё один помёт. Там на въезде сидит собака, которую выкинули беременную. Вот она уже ощенилась, уже выросли щенки, их раздали. А собака так на этом месте и сидит, где её оставили добрые хозяева. Стоит напомнить, что приюты созданы не для того, чтобы избавляться от ненужных животных. Ведь даже при всём желании у них не будет возможности принять всех бездомных собак или кошек. Поэтому к содержанию домашних питомцев нужно подходить более ответственно. Я считаю, что вывезти свою собаку и выбросить её в поле – это, в общем-то, тоже не самое гуманное, что можно придумать. Ведь люди могут точно так же стерилизовать своих собак, и вот этого всего не будет. А все эти ящики, мешки, ведра со щенками, которые выставляются к мусорным ящикам ежедневно – это же всё тоже не самое доброе отношение. Очевидно, что количество безнадзорных животных растёт из-за безответственных хозяев. Поэтому моментально уменьшить популяцию бездомных собак не получится. Прежде всего, нужно начать с себя. Ведь чем ответственнее мы будем, тем меньше у нас будет проблем.